в теплицу поменял камеру силу батареи здесь у меня теплица сейчас состоянии скажем так периода отдыха ничего в ней нет не растет в другом месте все произрастает здесь вот использованы вот такие фоггеры то есть у них немножко другой смысл поскольку это фоггеры с такой более гигроскопичным отверстием и призваны не для того чтобы поливать растения и рошать их а столько сколько только для того чтобы создавать влажность в помещении то есть туманообразование то есть из этих фоггеров вылетает мелкодисперсная пыль который служит необходимым условием для создания среды черенкования растений вот и соответственно эти фоггеры внизу стоящие растения поливают мелкодисперсным туманом значит гигрометр показывает что в теплице поднялась необходимый уровень влажности для укоренения и такой климат поддерживается на всем этапе процесс укоренения но принцип работы этих фоггеров этого полива такой же как и значит там где я только что показывал поэтому я сейчас это дело включу и покажу как это работает так тут у меня кран давно не включался вот это так работает заработали эти фоггеры пошел туман и помещение становится моментально не холодным но очень серьезно охлаждается тут уже почернела даже поверхность от увлажнения и так далее здесь у меня висит примитивный таймер такой вот который управляет временем включения а таймерах я расскажу чуть позже ну вот таким образом это все и происходит мелкая пыль значит вот это вот грузики необходимые для того чтобы не подгибалась значит раздача воды скажем так все было нормально ну вот так вот таким образом значит по пути показать полив под каждое растение подведен и получает каждый день дону дозу своего вылива также попутно хотел показать микрокапельную трубку как это выглядит это вот такая трубка с такой стрелкой трубка с помощью крестовины втыкается значит слепую трубу 16 диаметра пнд труба я вам ее показывал значит и уже эта часть непосредственно втыкается непосредственно под растение в корневую систему и по ней сочится вода согласно времени нормы вылива вот такой стрелки стрелки бывают разного размера больше меньше соответственно отверстие которое значит тут есть но разное ну вот так также я хочу показать как выглядят капельницы компенсаторного типа еще раз повторюсь компенсаторные капельницы отличаются от остальных тем что начинают работать при открывании крана только когда у них выравнивается давление в общей системе то есть ни одна капельница не будет опережать другую и выливать воду раньше или позже когда давление сбалансируется в общем закрытом пространстве водопровода трубопровода ну и соответственно тогда начнется вылив в данном случае вот у меня тут небольшой в этой части питомничек полторы тысячи туй и я могу показать как в этом случае идет вылив вот допустим ту я такая вот западный сморакт участок имеет посадки участок имеет уклон соответственно мы должны на магистральной трубе которые вот идет ветка несущая воду вдоль ряда туй устанавливать капельницу не по центру данного растения чтобы подливалась корневую систему немножко выше по уклону чтобы вода стекала как бы в прикорневую систему и таким образом вот я хочу показать вот такая компенсаторная капельница она имеет вылив значит 4 литра в час то есть за два часа растения каждая получит 8 литров воды ну и как вы видите идеальное состояние растений скорость роста ну я считаю для растения которые ничем абсолютно не удобряется только лишь один раз при посадке черенков удобрено было значит ради фарма имеет вот такой идеальный вид я не побоюсь слова идеальный вид оценка 5 может даже больше потому что вообще нет изъянов абсолютно то есть туи растут очень быстро значит посажены были весной двадцатого года и вот за два года по моим недавнишним от измерениям с рулеткой проходил некоторые туи достигают высоты метр тридцать всего два года вот так но эта тема другая поэтому подробнее расскажу в других видео об этом вернемся все-таки к поливу то есть я это сказал для того чтобы показать как полив правильно организованный профессионально сделанный значит может влиять на хороший результат высаженных растений поэтому конечно же подходить к этому надо серьезно это облегчает труд и влияет положительный результат значит эти магистрали проложены вдоль рядов и идут в конец высадки или вернее сказать начало вылива здесь эти трубы входят в большую трубу 25 диаметра пнд труба вот такая более скажем так широкая сечением своим вот они значит входят и цепляются вот таким вот штуцером который ходит все елку сидельное соединение с трубой и уже распределяются как труба идет по такому виду и уже туда мелкие трубы идут все так вот питание водой происходит также показать как идет запитка этой значит трубы 25 значит вот линия водопровода проходит вот это запорный кран на всякий случай аварийный на случай ревизии на случай зимней консервации чтобы тут трубы не перемерзали зимой мы их продуваем соответственно компрессорами а вот и далее уже здесь находится такой вот электромагнитный клапан довольно умная хорошая штука второе название соленоидный клапан значит имеет этот клапан регулятор давления то есть можно на капельную линию сократить давление можно увеличить его имеет выключатель ручного плана то есть можно включить без контроллера воду вот я включил пошла вода раз выключил таким образом значит имеет электромагнит которого идут два провода 24 вольта контроллеру ну и соответственно контроллер уже регулирует всей системой автоматического полива здесь у нас здесь у нас построено помещение специальное для установки значит контроллера автополива для других нужд технического характера и отсюда распределяется управление поливом на всем участке сейчас мы зайдем и посмотрим перед тем как мы зайдем уже сразу попутно хочется показать что на карнизе этого помещения установлена установлена такая чудесная и удобная вещь как датчик дождя так называемая вот из-под солнца плохо показывать не знаю как обойти чтобы виднее было вот эта штука выглядит он примерно вот так значит имеет собой своем так сказать содержание определенный стаканчик в этом стаканчике расположены контакты которые при попадании туда влажности ну дождя раз мы говорим о дожде замыкаются и соответственно в этот день полива не будет то есть передается сигнал замыкания на контроллер это является сигналом того что полив уже не будет осуществляться значит верхней его части имеется вот такая вот регуляция такая миллиметров ртутного столба то есть включится этот датчик в свое действие не тогда когда брызнет легкий дождик будет будут осадки такого объема которые будут соответствовать минимум норме суточного полива в этот день таким образом мы страхуем себя от отключения систем автоматического полива при мелком дожде то есть который и полить не польет растение и соответственно выключит систему автоматического полива чтобы этого не допустить существует вот такой регулятор 10 миллиметров там 18 миллиметров 3 миллиметра и так далее то есть вот таким образом это все регулируется идем во внутрь будем смотреть контроллер так у меня дверь тут немножко подсела чего попадем я думаю помещение у меня новое пустое вот но по своему непосредственному назначению оно функционирует так ну вот перед нами находится контроллер перед вами значит это ханг контроллер фирмы hunter одной из ведущих профессиональных фирм части систем автоматического полива на рынке мира будем так говорить а вот и поскольку мы изначально договорились говорить как организовать полив своего участка в бюджетном исполнении поэтому в данном случае был выбран самый будем так говорить бюджетный самый дешевый контроллер полива при этом всем значит это он является все-таки профессиональным то есть это не китайские безделушки какие-то которые больше мучений доставляют быстро выходит из строя вот ну и соответственно стоит совсем мало такой контроллер будет стоить порядка шести тире восьми тысяч можно его заказать в интернете купить в садовых крупных магазинах он продается значит он имеет вот такой блок питания вот как у меня расположен соответственно питание розетку снизу к нему подходят провода от таких значит электромагнитных кранов электромагнитных клапанов которые я показывал ранее и каждый клапан каждый электромагнитный кран каждый соленоидный клапан как угодно кто хочет называет для себя и так и так и так будет правильно является зоной полива то есть единоразово поливать большие участки нельзя не получится и невозможно потому что не хватит мощности даже самого большого насоса который может использоваться в быту вот по насосам это отдельная будет тема отдельное видео но пока поговорим о контроллере так вот контроллер он имеет значит управление на 6 зон вот откроем крышку можно было посмотреть мы видим вот такие вот значит единички двоечка троечка 4 5 6 то есть этот контроллер на 6 зон расположен есть контроллеры на 12 зона 24 зоны больше конечно нету но там уже просто дополнительный контроллер добавляется и таким образом есть такой огромный участок там гектарный где требуется такой объем полива там подход несколько иной и также он имеет клеммы подключения датчика дождя о котором мы говорили далее подключение будем так говорить минусовой клеммы от которой идет одна на минус другие вот остальные на зоны подключение питания вот в этой части также подключение батарейки на случай отключения электропитания то есть если авария на линии электросеть отключил свет там и так далее то все настройки полива не будет но все настройки сохранятся и соответственно не надо будет постоянно вносить корректировки вот вот таким образом это все подключается то есть данном случае у меня подключено две зоны на этом контроллере у меня их несколько на моем участке можно все подключить на этот но тогда длина проводов учитывая что участок у меня 140 метров будет очень длинная существует риск просадки электроэнергии поэтому чтобы не допускать я взял просто на несколько контроллеров подключил полив на своем участке здесь на два вот можно этого не делать можно все подключить на один то есть разбить участок на 6 зон вылива и на каждый поставить электромагнитный клапан систему вылива то есть трубы с капельницами с дождевателями с соплами ротаторами эмиттерами и так далее то что урожают ваши растения и территорию и все будет поливаться вот так поставим на место дело больше она нам в открытом состоянии не понадобится управление также простое по принципу стандартного элементарного таймера не зашло по салазкам вот вот то есть главная кнопка программа плюс-минус джойстик и так далее то есть начинаем вот настраивать 1 год время зона вылива дальше время вылива два часа у меня стоит дни полива сто процентов это чтобы всякий раз не менять допустим настройки но весной солнце не такое жаркое осадков много и осенью тоже и соответственно чтобы не убавлять всякий раз настройках время полива ну допустим выставлено летом у вас на два часа так как это жаркий период и воды требуется очень много вот а в осенне-весенний период воды требуется меньше надо было бы убавлять там в половину к примеру там не два часа а час поставить а здесь можно в процентах то есть установить 50 процентов или наоборот если было с осени за 100 процентов определенный количество времени установлено допустим час а в летний период вы хотите не два часа поставить что занимает больше времени настройках а элементарно просто выставляете 150 процентов там 200 процентов то есть это все будет умножено на 2 то есть быстрое такое изменение настроек ну и соответственно как я уже показал вот система of это выключить все автополив выключен я опять его включая поскольку у меня все происходит в действующем режиме вот вот таким образом значит настраивается ваш контроллер также он имеет и ручной способ включения то есть я просто элементарно вот нажму на стрелку вправо сразу включится у меня зона 1 программа вот такая рука что я нажал рукой на кнопку и мигает значит в этой части изображение так называемого сопла ротатора это специальная поливочная форсунка для полива газона вот это говорит о том что вот за окошком вот эти туи сейчас начнут поливаться но поскольку сейчас дневное время а как известно в солнечный период солнечного свечения делать этого нельзя значит никаким поливом заниматься я это все делал выключаю и но у меня включат согласно настроек времени у меня например это включается зона в 21 00 вечер